доброго времени дорогие друзья с вами василич 4 марта стартовала акция в ходе которой каждый игрок может получить в ангар уникальную машину для этого нужно заработать четыре с половиной миллиона чистой репутации в боях pvp или pve где присутствует любой человек из вашего списка друзей засчитывается репутация которая зарабатываете вы и ваши друзья в этом сражении имеет значение в какой из команд pvp pvp находятся друзья участника что же это значит это значит что если вы играете взводом либо ваши друзья попадаются к вам в команду либо в команду соперника то зарабатывая чистую репутацию вы получаете очки причем зарабатывает заработанная репутация считается не только ваши но и ваших друзей выполнив эту акцию набрав четыре с половиной миллиона чистой репутации вы получите танк т-64а hunter охотник давайте рассмотрим тактико-технические характеристики данного танка он относится к пятому уровню и сам сравним мы с т-72 так как этот танк также советский и он где-то примерно похож по характеристикам с этим танком итак начнем урон как вы видите по таблице у меня здесь белым цветом отмечены характеристики танка т-64а hunter а красным красными цифрами с левой стороны отмечены характеристики танка т-72 в стоковом варианте с правой в топовом варианте и так начнем урон у т-64 385 средний у т-72 394 в стоке 445 в топе как мы заметили урон отмечается серьезно на 60 средний соответственно пробиваемость т-64 295 т-72 в стоковом варианте 295 также в топовом 325 на 30 миллиметров больше соответственно урон в минуту у т-64 2310 у т-72 2483 в стоке топе 2804 время перезарядки у т-64 10 секунд у т-72 9 и 52 как в топе так и в стоке ну соответственно этому можете улучшать экипажем и оборудование прочность у т-64 1510 у т-72 1555 скорость у т-64 50 и 4 километра в час у т-72 59 и 4 километра в час соответственно т-64 довольно медлительный на 10 километров в час медленнее двигается нежели т-72 разгон от 0 до 32 километра в час у т-64 8 за 8 секунд у т-72 стоковом варианте за 8 с половиной при топовом двигателе за 8 секунд в принципе одинаково незаметность т-64 014 т-72 011 соответственно т-64 более незаметный обзор т-64 410 у т-72 330 довольно значительная разница для одного уровня поэтому т-64 в этом плане будет пересвечивать т-72 углы склонения оружия у т-64 вообще великолепные у т-72 они же скажем так слабоваты скорость поворота башни она примерно идентична т-72 20 93 градусов в секунду у т-64 19 91 разброс он тоже примерно одинаков у т-64 013 72 012 ну и соответственно время прицеливания примерно тоже одинаково у т-64 327 у т-72 304 что касается брони то здесь т-64 значительно уступает т-72 и у того и у того танка она комбинированная как мы видим у т-64 броня лобовая башни 314 корп корпуса 212 у т-72 этот показатели более чем на 100 выше броня башни 431 броня корпуса 330 боковая у т-64 броня башни 270 что довольно таки хорошо броня корпуса 70 скажем так очень мало т-72 броня башни 201 как мы заметили меньше чем у т-64 броня корпуса 195 значительно выше чем нежели у т-64 зад у т-64 132 миллиметра броня башни и броня корпуса 56 миллиметров у т-72 138 броня башни и 60 броня корпуса что же можно сказать в целом для этого танка в целом он очень сильно похож на стоковый т-72 все похоже кроме корпуса корпус довольно таки слабый для пятого уровня соответственно наверняка прошиваться он будет очень и очень хорошо единственное все будет зависеть еще от углов наклона но тем не менее для пятого уровня это довольно таки значительный слабый корпус при этом казалось бы должна быть скорость тогда если слабый броня танк то у него должна быть высокая скорость но как мы заметили что скорость довольно таки низкая значительно ниже нежели у т-72 соответственно хотя бы тогда должна быть пушка с хорошим уроном ну и тут мы как заметим довольно таки слабая пушка слабый урон не особо пробиваемость для данного уровня поэтому скорее всего это танк больше поддержки нежели каких-то атакующих действий единственный плюс этого танка это естественно он премиум соответственно денег он будет приносить вам значительно больше и он будет попадать в льготные бои соответственно играет с четверками вы будете намного чаще ну и что касается еще одного плюса данного танка это обзор обзор этого танка значительно превышает обзор т-72 поэтому соперника вы будете замечать в большинстве случаев раньше чем он вас если же это будет вражеский обт еще я упустил один момент это модификаторы брони соответственно модификаторы брони у т-64 это 08 против бронебойных единица против фугасов и 1 и 5 против кумулятивов соответственно модификаторы корпуса модификаторы корпуса т-72 против бронебойных 1 и 5 против фугасов 1 и 5 и против кумулятив аж 2 с половиной соответственно кумулятивами стрелять по т-72 нежелательно но на пятом уровне чаще всего что все ездят с бронебойными модификаторы башни у т-64 1,1 против бронебойных 1,1 против фугасов и полтора против и полтора против кумулятивов соответственно у т-72 модификаторы башни 1,15 против бронебойных 1,15 против фугасов и 1,65 против кумулятивов но также против этого танка лучше всего стрелять бронебойными ну что ж на этом я буду заканчивать спасибо что смотрели подписывайтесь на мой канал всем пока 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 пока